всем привет у нас снова разговор про разработку программ обеспечения для linux вот и на этот раз мы с вами будем говорить о том как заниматься да значит сразу предупредить предуведомление у меня почему-то из-за прошедших праздников вместо того чтобы потратить на них больше рабочего времени я потратил них меньше рабочего времени и у нас сегодня лекция такая чуть-чуть экспромтом еще немножко я попытался воспользоваться своим этим звонком другу точнее правом на чтение лекции про регулярные выражения но потом вспомнил что я бы и уже прочитал к сожалению и не имею такого возможности ну вот значит поэтому я буду сегодня немножко тупить я надеюсь не очень сильно потому что тема в общем-то накатанная прошлом году и позапрошлом были примерно такие же лекции вот разговор значит про интернационализацию локализацию начнем с маленького хвостовства самую первую лекцию на эту тему в рамках наших курсов прочитал вообще не я андрей черепанов это не андрей черепанов я не знаю почему лекция прочитаны андрея черепанова декорирована этим чуваком вот он только стоял принимал картинные позы вас и я в общем-то кусочек этой лекции черепановской он тогда курировал перевод когда я на русский язык вот так ни много ни мало я ее кусочек сейчас прочту но в основном мы будем заниматься все-таки про практической частью они этим делом для начала конечно стоит понять что такое и 18 н и а заодно и 10 н или 10 и 18 н это интернационализация для тех людей которым лень писать это слово во первых во вторых они не знают как его писать вот и 18 букв еще и в конце вот интернационализация соответственно симметричный к нему термин l10 n это локализация вот и надо понимать что интернационализация это вообще не про какие-то ну не про переводы не про какие-то культурные особенности это про приведение самого программного продукта вы готовые для локализации состояния мы сегодня этим заниматься будем я покажу о чем идет речь и в плане лекций все это четко написано в общем речь идет о том что просто так написанную программу с какими-то там сообщениями особо не переведешь на русский язык вот не говоря уже о каких-то культурных предпочтений ну вот а сам процесс адаптации культурных языковых предпочтений в частности перевода называется локализации это же вот сокращается дали 10 чтобы было понятно почему локализация это не только перевод что подлежит локализация локализация подлежат сообщение текста составе нашего программного обеспечения в составе наших программ продукта вот и вот это как раз и есть то чем мы будем сегодня заниматься переводом конкретно поддержкой базы переводов сообщениях вот ну и не только сообщение ко всему к чему можно применить тот инструмент где текст к которому будучи разговаривать вот в частности в частности есть некоторая проблема довольно часто с слова формами вот слова формы в вашем программном продукте как минимум множественное число вот до сих пор очень многие толкеты инструментарии болеют вот этой детской болезнью не перевода множественных чисел как это вам доступна один награды в скобках of или что-нибудь такое вот этот ровно но да вот почему-то почему-то инструментарий под android очень сильно этим болеют особенно такие вот прикладные до windows и до сих пор это почему-то не исправить до конца не во всем индексе в каком в какой-то части вина пи короче говоря я уж не говорю про то что в разных там и языках типа славянских еще и падежи у слов бывают но тут уж тут уж такое это надо вообще какой-то не маленький искусственный интеллектик устраивать который бы определял форму форму слова по контексту предложение в котором встречается с этим кажется кажется такого толкета распространенного нету хотя есть открытый корпус текстов русский по крайней мере и с ним можно что-то пойдет ну да бог бы с ним ну как минимум множественные слова формы нужно поддерживать вот а дальше начинается вообще говоря размер оформления элементов типичные кстати вот если у кого есть китайский телефон там типа хуэвея или чего-нибудь такого с его или милышный этот как его фамилия сяоми вот если у вас есть китайский телефон с китайским магазином приложений вы можете заметить как выглядит перевод китайского магазина магазина приложений на русский язык там буквально название приложения 4 буквы перенос 4 буквы перенос то есть ну 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 рили вот я к сожалению не при не подготовим есть скриншот на телефоне даже я просто открываешь а там ничего не понятно потому что такие кубики в этих кубиков значит по нескольку букв там квадратики 4 на 4 4 букв вот почему так потому что если приложение пишется под один язык допустим китайский или допустим английский то совершенно не факт что на другом языке вам хватит просто физически размера того виджета который вы предусмотрели для для того чтобы уместить туда это сообщение да вот вот проблема с китайским языком в том что если писать иероговыми слоговыми слоговым письмом то там в 45 иероглиф все умещается в русском в русском переводе например вместо четырех пяти иероглифов там 25 букв вот куда они поместятся вот мы в какие-то давние времена когда не было вообще инструментариев по интернационализации а эта проблема именно интернационализация до чтобы ваш виджет умел выводить сообщение на разных языках разного размера приходилось сокращать страшно им известное дело я как человек который занимался немножко переводами что русский язык примерно в один точка три раза больше чем в среднем ширину больше текста чем в английский соответственно вот этот 1.3 коэффициент надо иметь вообще резиновые рамки конечно рулят по отношению к статически ну вот и не забудем про вообще-то языки в которых пишут справа-налево справа налево они слева направо и так их довольно много да там вся арабское семейство и еще какие-то вот кажется где-то в индокитае я сейчас молчу про монгольский где пишут сверху вниз уже наверное на монголов все забили к сожалению хотя вот где же и такие традиции вот значит следующий пункт который тоже требует да это все это это традиционное моё выступление в те в тему в тему какие знаменитости не смени снимаются в нашем фильме всем этим заниматься не будет вот следующая тема которой мы не будем заниматься это изображение дело в том что перевод изображений это тоже важная вещь не знаю дорожные знаки вот очень часто мы встречаем в приложениях вроде бы уже на русский переведено а знаки дорожные там американские вот с этими надписями американцы любят писать надпись на дорожных знаков не то чтобы это непонятно хотя не всегда понятно как крокодилку рисован что за дорожность вот не то чтобы это непонятно но это не вызывает той ожидаемой культурной реакции который вообще-то ожидается отсюда я уж не говорю про то что всякие жесты которые вроде бы как считаются международными в некоторых культурах являются не означает то что они означают да вот например в разных культурах разный поднятый кверху палец может означать разные 20 до имеет такая вот вот если вы видите например что люди пользуются вот таким эмоджи в качестве в качестве символ того что все окей знаете что наверное вот такой эмоджи у них воспринимается несколько оскорбительно вот да а еще управляющий клавиши потому что вы на что-то должны нажимать и это что-то должно соответствовать буквам этого языка на котором и тут уже это не про вывода про вода а еще всевозможные параметры чувствительные клакали потому что вообще так мне кажется уже трогай слова локаль до мы уже трогай программу локальда на самом деле помимо собственно языка сообщений вот он вот он на самом деле Это как бы общий язык, общие настройки. Вот язык сообщения. Есть еще куча всяких других настроек, которые локали чувствительны. Представление чисел, представление времени, представление денег, размер бумаги, телефонная книга и все такое. Кстати сказать, кажется, мы с вами даже встречались с ситуацией, когда локаль влияет на работу. Когда мы говорили про программирование в Шелле. Локаль влияет на работу утилит в Шелле. Помните? Сейчас я попробую. Нет, нет. А, ну та, это слэшбин, она на юсербин. Сейчас, секунду. Вот, смотрите. Вот я отсортировал содержимое каталога юсербин. Вот. И как видите, команда сорт не делает различия между большими и маленькими буквами. Почему? Потому что в кодировке нашей, вот в нашей локале, которая российская, да, вот в этой локале, действительно принято при сортировке большие и маленькие буквы не различать. Вот. А если я наведу, наведу вот здесь вот локаль, ну скажем, дефолт, ну или там jen.us, если хотите, jen.us.utf8. О, обратите внимание, что большие буквы идут перед маленькими. Вот. И это все свойства чувствительные к локали. И вообще-то говоря, ваша утилита должна про это знать, уметь с этим работать, уметь отличать одно и другого и так далее. Иначе будет то, что вы видите. Иначе в надежных скриптах на Shell, как известно, прежде чем запускать тот же самый утилиту сорт, всегда прибивают гвоздями локаль, ну какую-нибудь. Иначе вот она может себя вести по-разному. Вот. Что еще? Ссылка на внешние ресурсы, какой-нибудь сайт поддержки, сайт издателя, телефоны. Ну, короче, вот все, что не относится к вашему, но упоминается. Вот. А еще бывает, что надо с собой носить шрифты. Это, кстати, тут написано в сложных случаях. На самом деле игры очень часто носят с собой кастомные шрифты, волшебные всякие, такие, ну не знаю, фэнтезивные. И опаньки, если у вас только английский, давай переводи на русский. На заре игродельной индустрии в 90-х очень часто было так, что английские шрифты красивенькие, такие изящные, а русский приделал какой-нибудь, с позволения сказать, какая-нибудь компания-переводчик собственными силами. Ну и выглядит это так себе. Вот. Помимо программного перевода, то есть помимо локализации составляющих частей программного продукта, вообще-то говоря, есть еще локализация непрограммных объектов вашего программного продукта. Документация, шаблоны, формы, книжки, буклеты, которые вы пускаете. Короче говоря, я не то чтобы стремлюсь создать у вас ощущение, но все равно это правда. То, чем мы будем с вами сегодня заниматься, это несколько процентов от работы по полноценной локализации программного продукта. Хотя, нет, не несколько, больше десятка, потому что мы будем заниматься интернационализацией тоже, конечно. Вот. Чем еще мы не будем заниматься сегодня? Есть такая штука под называемым общие словари. Она одно время была ужасно модная. Можно было, значит, где-то создать некоторый сайтик, на котором бы были каноничные переводы каких-то словосочетаний, но она как-то не дожила до сегодняшнего дня, потому что, я не знаю почему, потому что у каждой корпорации свои правила перевода, свои переводчики, свои, ну, короче, не дожила. Тем не менее, если вы работаете большой командой, то заиметь некоторое место, где бы у вас был общий словарь переводов, это хорошее место, особенно если ваш инструмент перевода поддерживает такую штуку, как Translation Memory. Translation Memory – это вот что. Вы переводите проект, перевели в нем какое-то, ну, не знаю, сообщение. Ваш товарищ переводит проект другой или кусочек вашего проекта в том же самом, или в соседнем там кабинете. И он обращается к вот этому Translation Memory, сказать, думаю, что это уже так переводили. Translation Memory служит сразу двум вещам. Во-первых, вы не переведете одно и то же два раза по-разному, потому что иначе пользователь запутается окончательно. Во-вторых, вы можете в одном месте поправить, если перевод был ошибочный, на более правильный, и он поправится везде. Еще один инструмент, это, да, кстати, я соврал, вот этим всем мы будем заниматься. Вот, нечеткий перевод. Еще один инструмент – ситуация, когда по каким-то косвенным признакам ваше сообщение перевести нельзя, то, которое, ну, автоматом, оно не переведено. Но можно показать какое-то похожее сообщение, в котором похожие термины используются, вы хотя бы увидите, какие там термины есть. А дальше в этот нечеткий перевод поправите, и вот. То есть я не видел еще, можно ли автоматом переводить нейросеткой, я почти уверен, что можно. У меня один из студентов по весеннему курсу, который называется «Разработка приложений в питон», там тоже есть интернациализация и локализация. Он как раз, там была целая команда студентов, которые задумывали свое приложение перевести с помощью Google-переводчика автоматом на все возможные языки ватс. Уровень сложности, который им достался, был таков, что в результате их приложение обладало свойством переводиться на любые языки из Google-переводчика, но больше ничего не умел. Но они все равно получили зачет, конечно же. Ну вот, значит, и вот мы с вами переходим к некоторой практике, которая называется «Gnuget Text». Это чуть ли не основной инструмент для перевода большинства приложений под Linux, если не считать встроенные в графические тулкиты типа Qt и GTK, свои собственные инструменты перевода, но и там как-то вот они, значит, вроде бы дрейфуют в сторону Git-текста, потому что зачем поддерживать свой, если можно поддерживать все вместе один. Вот, давайте мы забежим немножко вперед, потому что здесь описан workflow Git-текста, а я слишком много болтал. Давайте мы сейчас создадим примерчик. Значит, это у нас будет называться, соответственно, нерусским словом 08 и 18n, вот, и в нем мы что-нибудь поделаем. Сразу создадим каталог SRC, чтобы далеко не ходить. Вот. Ну, чего? Что мы сделаем? Мы напишем что-нибудь типа print, print, hello, ну, скажем, все тот же world. Вот. Вот. И сделаем некоторый задел на будущее. Некоторый задел на будущее, а именно в этом месте мы будем вставлять поддержку множественных форм. Что тебе не нравится, дорогая? А, тебе не нравится, что здесь нету I. А тебе все еще не нравится? А, это SGTN звездочка, да, тут D нужно. Вот так. Вот. Ну, вот. Что-то мне не нравится в этом выводе. Конечно, мне не нравится вот это. Вот. То есть даже на английском языке нам уже требуется какая-то поддержка plural forms. Но об этом чуть позже. Давайте сначала попробуем заняться переводом. Вот. Кстати, к сегодняшней лекции есть достаточно неплохой репозиторий с примером. Я его сегодня утром модифицировал, исправлял опечатки в GitLog. Вот. Теперь, значит, тут все довольно аккуратно прописано. Вот. Он должен видеть такой же ахиллок, как у нас. Значит, первым делом нам нужно произвести интернационализацию. А именно подготовить текст нашей программы к переводу. Вот. Как это делается? Так. Ну, что? Значит, давайте. Что давайте? Давайте подглядим сразу в шпаргалку, чтобы долго не думать. Вот тут вот. Нет, здесь еще ничего нет. Сейчас. Я чуть-чуть потуплю и вернусь к вам. Я пытаюсь понять, как в этой схеме посмотреть на дерево. Брос. Вот. Тут, кстати, putz написано. Может быть, это было правильно. Но это еще не обмазанное. А, я сделал здесь этот самый makefile.am. А вот здесь я сделал автоскан. Вот. Вот здесь. Вот. Вот. Давайте здесь это сделаем. Вот. Значит, что мы сделали? Значит, традиционно принято интернационализацию делать так. Вы любое сообщение в вашей программе, которое требует перевода, обмазываете вызовом функции под названием подчеркивание. Подчеркивание. Вот. Сделано это просто из соображений, чтобы как можно меньше лишнего синтакса появлялось в программе. Вот. Правда, надо сказать, что функции подчеркивания, разумеется, не существует. И для того, чтобы она заработала, нужно вот сказать, что это на самом деле функция git-текст. Вот. Вот. Осталось только сам git-текст тоже откуда-нибудь проинклюзить. Я думаю, что где-нибудь в стадилибе он лежит. Давайте почитаем man. Ой. Нам нужен man по библиотечным функциям. Нет, libintl лежит. lib internationalization. Ну окей. libintl так libintl. Так. Отчете не понравилось. А-а-а. Это макро от двух параметров. Еще бы он не был определен. Вот. Какая умная. Он решил, что этот макро-то с одним параметром, а я тут скобочки не туда поставил. Ну вот. Значит, в таком виде, кажется мне, все это будет продолжать работать, как работал. Давайте это проверим. Вот. Почему? Потому что git-текст, функция git-текст, которую мы сейчас включили, устроена таким образом, что если она не видит перевода, она просто не перевозит. Это очень облегчает процесс интернационализации. Как минимум, вот процесс такого обмазывания. Вам не нужно, чтобы была база переводов, чтобы это обмазывание заработало. Тем не менее, оно работает. Если сейчас посмотреть на... Нет. Она даже не пытается работать, потому что мы не задали домен, из которого берутся переводы. Ну и ладно. Вот. Еще лучше. Значит, нам даже не нужно иметь никаких каталогов, ничего, для того, чтобы... Просто мы вызываем git-текст, а он ничего не делает. Окей. Значит, следующее, что нам нужно сделать с нашей... Давайте. Вот. Секунд. Понятно. Нет, непонятно. О, теперь понятно. Значит, теперь что нам нужно сделать? Теперь нам нужно добавить... Добавить сюда задание того места, где будут храниться базы переводов. Как видим, функция git-текст без инициализации базы переводов даже и работать не хочет. Она вызывается и ничего не делает. Вот. Задание базы переводов делается двумя... Собственно, одним-единственным путем. Мы говорим, бинтекст-домен. Вот где-то тут бинтекст-домен. Дальше мы называем, как у нас будет называться домен, в котором будут искаться переводы. Почему это домен, а не имя программы? Потому что в одной программе может быть несколько таких доменов. Вы можете брать переводы то оттуда, то отсюда. Ну, мало ли что. В сложных случаях. Чтобы не было ложной связки между названием программы и местом, где лежат переводы. Вот. И мы должны указать путь, в котором это все лежит. Давайте для начала поступим совсем по-тупому и скажем, что переводы лежат прямо в том же каталоге, где бинарники. Так вообще-то обычно не бывает. Мы в конце лекции на это посмотрим. Но давайте пока так. Значит, это первое. И второе. Ваша программа должна установить локаль. По умолчанию, кажется, локаль не устанавливается. Это значит, что она будет работать в так называемой локали C. То есть без перевода вообще. Ну, надо, значит, setLocal сделать. Давайте сделаем setLocal. Это тоже делается очень просто. По-моему, вот так. Вот. Так. И эта setLocal должна быть где-то определена у нас. Локаль H, естественно. Естественно, локаль H. Очень хорошо. Вот. Мы все еще ничего не сделали. У нас нет базы данных переводов. У нас нет ничего. Максимум, что мы сделали, это мы сказали, что переводы будут искаться в текущем каталоге. Вот. Локаль будет установлен по умолчанию. Да. Вот не какая-то там кастомная, а та, которая у нас в системе. А в системе у нас, как известно, локаль правильная. А вот. Пробуем. Как видите, ничего не произошло. Кроме вот этого. Вот этого мы раньше не видели. Что это? И это попытка найти перевод во всяких стандартных местах. Ну, в общем, он нигде не нашелся. Где-то здесь, среди этого безобразия, должен быть поиск локали в стандартном месте. Но я его чуть не вижу. А. Нет, не вижу. Ну, ладно. Мне пока не очень нравится то, что я написал. Возможно, оно какое-то не такое. Но вроде я все правильно сделал. Мне не нравится отсутствие слова «ахилло» в этом всем. Вот не нравится мне это. Ну, ладно. Давайте пока не думать над этим. В общем, сейчас мы все равно будем подсовывать сюда, в текущий каталог, базу переводов. Возможно, там оно его найдет. Так. Значит. А. Сори. Надо помимо того, что его забиндить, его надо еще выбрать. Я тупенький. Я забыл. Мы сказали, что текст домена «ахилло» лежит вот здесь. Но не сказали его выбрать. Попробуем. О. Вот. Смотрите. Видите, что происходит? Он попытался найти переводы на русский язык конкретно. В каталоге «Лице-месседжес», потому что мы переводим именно «Лице-месседжес». Некий файл подназванный «ахилло.мо». Вот именно его мы сейчас будем изготавливать. Вот. И все это происходит там, где мы сказали, а именно в текущем каталоге. Да. Напоминаю, что так программы в «Линуксе» не пишутся. Вот. Я надеюсь, к концу лекции мы успеем посмотреть на то, как они пишутся на самом деле. Но наша задача – показать кишочки вот этой подсистемы перевода. Для вас. Значит, локали лежат тут. Слушайте, а давайте… Мне это не нравится. Давайте мы ее вместо точки сделаем по. Ну, потому что иначе вообще все будет неправильно. Традиционно место, где лежит локаль, называется по. Это тоже неправильное место. Но оно, по крайней мере, будет… По крайней мере, будет… Ну, сейчас, не здесь. Вот здесь. Да. Так. 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 Вот. Вот. Отлично. Ну, вот. Оно, как обычно, не работает, естественно. Посмотрим, в какие файлы оно лезет. Ну, мы уже примерно знаем, в какие файлы оно лезет. Вот. 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 Собственно, он лезет в каталог ПО. Дальше он ищет название локали. Дальше он ищет lcmessages. Дальше ищет файл achillo.mo. Дальше он думает, может, есть какие-то другие варианты. Может, такой, может, такой, может, такой, может, такой. Даже просто ru. Это все так называемые алиасы. Вместо одной локали может поставить другой. Нигде не находит. Поэтому он показывает нам перевод, какой есть. Все. Теперь давайте, значит, давайте мы... Тут я еще вот в этом примере одновременно разворачиваю поддержку этого через автоконф и автомейк. Но мы ее посмотрим в самом конце. А давайте мы прям руками посмотрим на то... Вот. Значит, первое нам, что нужно сделать, это с помощью специальной утилиты, которая называется x-get-text. Давайте посмотрим, где она лежит. Вот в дистрибутивах семейства alt она лежит в пакете get-text-tools. Я думаю, что у всех она так устроена. Утилиты x-get-text. Ей надо сказать, как выглядит функция get-text. Например, она называется get-text. Или она называется подчеркиваемая. С помощью этого она вытащит все имеющиеся в нашем программном продукте подлежащие переводу строки в специальный файл под названием горшок. Точка под. Вот. x-get-text. Минус k подчеркивание. k подчеркивание означает, что наша функция называется подчеркивание. Вот. Потому что по умолчанию называется get-text. Вот. Что там еще? Минус c, минус c, src, ахилло. И минус o, src, ахилло, точка под. Вот. Давайте на него посмотрим. Вот горшочек. Он является генератом. Мы его вводим. Вот в этом примере он перегенерируется в MakeFive. И он представляет собой незавершенный перевод на произвольный язык с незаполненными полями. Вот желтым нам добрый Вим выделил незаполненные поля. Здесь у нас описание. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот. В частности, время перевода, имя переводчика, название языка, с которого мы будем переводить. Да. Ну и, соответственно, кодировка, в которой этот самый язык будет нам, в нашем случае, в УТФ. А здесь внезапно перечислены все строки, которые мы использовали в нашем приложении. Обратите внимание на одну вещь. Вообще-то решетка является комментарием. Но в конкретно по и под файлах, в файлах, связанных с генетекстом, комментарии эти могут быть значащие. Решетка двоеточие означает, где у нас встретилась соответствующая сообщенька. Это информационный комментарий. Если вы что-то модифицируете, и строчка станет не 12, то, естественно, ничего не испортится. А вот это, значащий комментарий, означает, что, вот в этом примере особенно, этот значащий комментарий означает, что следующая строчка, она в сишном принт-формате, то есть у нее есть поля, например, процент D. И, соответственно, можно проверить при переводе, что этот процент D сохранилось, ну или не сохранилось, неважно. Важно то, что работа с такими строчками немножко по-другому идет, чем работа со строчками, в которых ничего такого нет. Вот, C-формат. Отлично. Сделали. Создали, значит... Создали горшочек. Теперь давайте, собственно, займемся переводом. Так, а тут вот уже непонятно, что. Давайте посмотрим. А, тут я занимаюсь, тут я занимаюсь вот чем. Смотрите. У нас есть... Ну, давайте это сделаем, конечно. Значит, у нас есть вот этот горшок, который... Который генерат. В нем незаполненные поля. Было бы неплохо... Было бы неплохо каждый раз, когда мы перегенерируем нашу сообщеньку, эти самые незаполненные поля заполнить и дальше уже их не менять. Давайте мы это отложим на потом, потому что непонятно, что здесь происходит, зачем нам нужен MS-MERGE, а посмотрим на примеры MS-MERGE. Вот. Вот сюда. К этому мы еще вернемся сегодня, я надеюсь. Следующий этап марлезонского балета – это, собственно, создание перевода. Для того, чтобы создать перевод, надо создать базу для перевода с определенного языка, вернее, на определенный язык. Вот. Вы же понимаете, что мы переводим не с английского, мы переводим на русский с тех сообщений, которые являются по умолчанию. Тут вообще могли быть коды ошибок, например. Просто традиция, вот маленькое отступление. Есть вообще две традиции перевода сообщения. Первая традиция говорит о том, что у вас есть код сообщения, номер, а в разных языках этот номер переводится. Это очень удобно с точки зрения роботов, которые все это программируют. И страшно неудобно с точки зрения программиста, который пишет программу. Ошибка номер 132. Вторая традиция говорит другое, что вы пишете программу, в которой сообщения выводятся на каком-то языке, и эти сообщения сами являются собственными идентификаторами. Идентификатором сообщений helloword backslash n является последовательность силы helloword backslash n. И ровно их мы и переводим, на их мы остановимся. Если у вас в 10 местах есть helloword, отлично, мы в 10 местах переведем. Если у вас есть в 10 местах слово save, и в 8 местах это означает сохранить, а в 2 местах означает спасти, то на самом деле следует подумать о том, чтобы переименовать эти два места, потому что уже без перевода ваш интерфейс становится непонятным. Поэтому я категорически стою за второй вариант, который, собственно, геттексты исповедуют, именно потому что даже если у вас есть пересечение контекстов, то, скорее всего, оно вредное, надо бороться. А уж если действительно у вас есть, но вы пишете программу, не знаю, библию цифровую, и там действительно есть кнопка спасти, ну хорошо, не библию, но неважно. Сделайте два разных домена, и все будет хорошо. В одном домене слово save будет означать сохранить, в другом спасти. Все. И включайте этот домен, когда вы переходите на вот эту свою божественную тематику. Ну вот, значит, возвращаясь к нашим баранам. Давайте мы таки создадим перевод. Давайте попробуем. Может быть, нам действительно нужно сделать то, что тут написано. Давайте попробуем. Так, значит, po.rupo минус lru. Это, значит, у нас называется, что там, ahilo.pod. Вот, вот, смотрите, он хочет, этот MSGNIT хочет заполнить те самые поля, которые у нас в шаблоне были выделены желтеньким. Вот, ну и хорошо, он говорит, что вот, окей, отличный адрес на самом деле. Но давайте мы его все-таки сделаем поменьше. Вот. Давайте посмотрим. Вот. Вот это уже настоящий шаблон перевода на русский язык, в котором указан переводчик, язык. Вот это неправильно, что он ASKII. Вообще-то. Какой же он ASKII? Он же УТФ. А что это? А почему ASKII? Давайте еще раз. Сейчас давайте посмотрим минус минус хил. Непонятно, почему. Вот минус лакель. Ru. Ru. УТФ 8. А я же тебе уже говорил, кто я. Короче. Где она тут? Ну, где? Ну, ладно. Ну-ка, пробуем. Ну, так-то лучше. Вот нельзя было указывать локаль просто ru, надо было указывать на локаль целиком. Ru.ru.tf8. Тогда он хотя бы кодировку сюда принес правильную. Вот так надо было делать, а вот так не надо было делать. Надо будет тут поправить. Тут вот ru.ru.tf8 должно быть. Ну вот. Значит, вот это уже нормальный шаблон перевода. Более того, если мы его сейчас скомпилируем, то он даже будет подгружаться. Но давайте мы уж сразу и переведем. Это не шаблон перевода, я соврал. Это заготовка для перевода, которую мы будем править. Давайте мы уж сразу и переведем. А что? А что? А что? Такой же нелепый перевод, как и сама программа, поскольку у нас еще никак не работают множественные формы. Теперь мы его скомпилируем. Так, и тут не написано, как его компилировать, но я думаю, что написано в make-файле в каком-нибудь. Давайте посмотрим. Да, вот. МКДРФМТ, МСГФМТ, все просто. МСГФМТ по ru.mo. Обратите внимание на вот эти ошибки. Точнее, это именно ошибки. Откуда они возникли, предположения? Почему вдруг стало так важно, что строка не заканчивается на бакслошенном? Я думаю, что именно из-за C-формата. Кстати, давайте проверим. Нет, я соврал. Ну, значит, 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 нет. Но в любом случае, видите, она умная и говорит, слушайте, у вас исходное сообщение заканчивается, на блюде слышен, а новое не заканчивается. Вы точно, вы это, вы уверены, что это будет одинаково выглядеть на выводе? У вас. Вот. А что? А, кстати, даже компилировать, наверное, не надо. Нет, надо. Я соврал. Оно должно лежать не там. Давайте посмотрим, где оно должно лежать. Оно должно лежать, извините, влсмесседжес. Вот тут оно должно лежать. Во, вот аж где оно должно лежать. Хорошо, давайте его сделаем. Вот. Да, значит, почему так? Потому что у нас домен, соответственно, у нас называется ахилло. Вот он. А сообщеньки соответствуют локализации сообщенник, то есть lcmessages. А кодировка у нас вот такая. Значит, вот в таком месте они должны лежать. Значит, вот минус o, вот сюда вот. И поскольку домен называется ахилло.мо, это должно называться ахилло.мо. Вот так это должно работать. Пробуем. Та-дам. Обратите внимание, что мне не понадобилось перекомпилировать эту самую ахилло. Потому что оно уже походило к разным местам, где могут лежать переводы. И вот. И в прошлый раз оно их не находило, а в этот раз оно их нашло. Давайте посмотрим, что у нас тут. Гид, гид, ант, по. Вот. В нынешней лекции я постоянно храню генераты, что в домашнем задании будет запрещено. Генератами являются подфайл. По крайней мере, этот подфайл. Генератом является мофайл, который мы там сгенерили. Ну, кстати, давайте мы его не будем хранить. Посмотрим, что получится. О! Орт уже лучше. Вот. Значит, прежде чем пройти дальше, давайте пройдем один цикл модификации. Предположим, мы изменили перевод. Вот этот румо нам вообще не нужен. Вот. Предположим, мы изменили перевод. Ну, не знаю. Мир с большой буквы. Возможно, так принято в этом вашем русском языке, я не знаю. Возможно, здесь надо все-таки с маленькой. Неважно. Пробуем сейчас странслировать. МСГФМТ. А, нет. Сейчас подумаю, 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 подумаю. Попробуем запустить. МСГФМТ. Так-то все работает, конечно. Все работает. Предположим, мы изменили исходник. Вот это гораздо интереснее. Мы изменили исходник. Теперь у нас вор тоже с большой буквы. Запускаем МСГФМТ. Ой. Сейчас, секунду. Сейчас. МСГФМТ. Директорит. Исель. Искаф. Горгайстрикт. Исос. Чуть я не понимаю. Кто ругаться-то будет? Я хочу, чтобы он ругался. А он не ругается. А, все. Я вспомнил. Рано ругаться. Смотрите. Мы изменили исходники. Сейчас наступление закончено. Мы изменили исходники. Теперь нам надо изменить и перевод тоже. У нас больше нету сообщения. хилу волос с маленькой буквы. Для этого используется командачка МСГМЕРШ. Давайте мы ее здесь найдем. Только она не здесь. Она должна быть в другом месте. Ну, неважно. МСГМЕРШ. Вот. У этой командачки МСГМЕРШ должны быть, значит, ключики. Ключики, ключики. Значит, у нее какие параметры? Старый перевод, новый горшок. Ну, тут даже написано. Старый перевод, новый горшок. То есть, мы должны сначала сделать изгидтекст. Вот. Видите? Иксгидтекст изготовил новый горшок. Теперь мы должны слить старый перевод с этим самым новым горшком, чтобы получить некий гибрид, в котором бы некоторые переводы остались, а некоторые переводы бы потерялись. Для этого надо сказать МСГМЕРШ. Нет, МСГМЕРШ. Извините. МСГМЕРШ. Вот. Минус апдейт. Минус апдейт. Ахилло.пот. По.рупу. Что у нас там? Рупо.по. Так, только наоборот. Секунд. Сначала старый перевод, потом новый горшок. Да? Старый перевод по Рупо. Ахилло.пот. Бумс. Сейчас он выдал на экран, но можно сказать минус О и обновить его. Смотрите. Посмотрите, что произошло. Искусственный мозг, вмонтированный в геттекст, распознал. Ну, давайте сейчас сделаем так. Минус У. Минус апдейт. Он прямо на месте это сделает. Вот. Вот у нас обновленный, обновленный перевод с помощью старого горшка. И искусственный мозг сказал так. Слушайте, я нашел похожее сообщение. Оно не настоящее. Да? Это в фазе translation. Тот сам. Но оно очень похоже. Давайте я вам оставлю этот перевод. Если вы сейчас это скомпилируете, он не войдет в бинарник. Смотрите. Видите? Он не вошел в бинарник. Такого перевода нет. Потому что здесь написано в фазе. Это значащий комментарий. Он означает не использовать этот перевод. Но этот перевод лежит в базе переводов. И вы можете его модифицировать. В частности, в нашем случае надо просто убрать слово фазе. Потому что это хороший годный перевод. В других случаях, может быть, что-то надо поправить или даже полностью переписать. Опаньки. И это цикл поддержки перевода. Заново делаем xgit-text. И делаем msgmerch. Для того, чтобы сделать промежуточный перевод с фазе трансляции. И делаем msg правил фазе трансляции. Делаем да. С маленькой буквы. Это почему? Действительно. Действительно, я соврал. Фазе я убрал. Вроде бы я все сделал как надо. Что я делал не так? Давайте выяснять. Все наступление номер два. Здесь вроде все нормально. C-формат. Hello world. Привет, мир. Да? А, господи. Надо было makefile делать. Вот для этого нужен makefile. Вот в этом проекте, который в примере, там все автомейком, автоконфом уже обложено и все автоматом делается. Все нормально. Вот цикл, значит, заново exit-текст, дальше msgfmt, дальше msgmr, дальше редактирование, даже msgfmt. Может так случиться, что перевода вообще нету. Тогда его просто не будет. Оно даже фазе не найдет. А, нет, извините, я забыл его интернационализировать. Заново msgmr, смотрим в ахиллу. Вот он. Заново msgmr, смотрим в ахиллу. В по-ру-по. Понятное дело, что поскольку никакого искусственного мозга примить было нельзя, он ничего и не нашел. Вот. Заново msgfmt. Заново msgfmt. It works. Что это у нас? А, просто workflow. Теперь настала пора, собственно, заняться переводом множественных форм, потому что у нас все еще привет один миров. Все, что еще хуже, холон один worlds. Для этого в гидтексте есть, в библиотеке, есть функция, которая называется n-gettext, numeric или, ну, короче, n-штук-гидтекст. Вот. Сейчас давайте мы посмотрим в логах. Вот, n-gettext. Да. И n-gettext для английского языка выглядит так, что там две словоформы. Для единственного числа и для множественного. Ну, поэтому мы так и делаем. Вместо вот этого вызываем прямо n-gettext, n-gettext, вот, перечисляя туда две словоформы. Сначала, кажется, для одного, а потом для многих. Hello один world, да. Что тебе не нравится? Кавычечки. To-fure, bumes, to-engittext. А, ну да, потому что и еще нужно. Вот. У функции n-gettext три параметра, потому что в английском языке она приводит по умолчанию с английского. Две словоформы, одно единственное число, другое множественное. И, собственно, вы переводите число, которое будет говорить о том, на каком языке все это творится. Пробуем. О, смотрите. Plural forms заработал. Перевод отломался. Почему отломался перевод, понятно. Мы же не знаем, что n-gettext это функция перевода. Мы знаем только что подчеркивание функции перевода. Надо просто перезапустить. Надо перезапустить всю эту машинерию, сказавшую ему, что теперь подчеркивание тоже является инструментом перевода. Сейчас мы это найдем где-то. Ничего не вижу. Ничего не слышу. А, а может быть он по умолчанию n-gettext узнает. Давайте попробуем. Сначала x-gettext. Смотрим. О, он узнал. Значит, он знает, что n-gettext это функция перевода. Это про подчеркивание нам пришлось ему говорить. Видите, я сейчас занялся обновлением, сказал заново про сканируемые исходники. И в этих моих исходниках обнаружилось. Мало того, что обнаружилось, он знает, что это purel. Он видит, что два входных сообщения, одно из них единственное число, другое множественное. Но это был шаблон. Давайте мы обновим перевод на основе этого шаблона. msgmerch. Обновляем перевод на основе шаблона. Смотрим на него. Опа. Во что превратился перевод? Ну, во-первых, здравствуй, искусственный мозг и фази translation. И во-вторых, gettext знает, что в русском языке три словоформы. Для единственного числа, для маломножественного числа и для множественного числа. Один мир, два мира, три мира, четыре мира, пять миров. Шесть миров, семь миров, десять миров, двадцать миров, двадцать один мир, двадцать два мира, двадцать три мира, двадцать четыре, двадцать пять миров и так дальше, и так дальше, и так дальше. Очень хорошо. Это единичное словоформа. И это маломножественное словоформа. Вот. Это множественное словоформа. Убираем словофази. Если бы тут были переводы... Чего тебе не нравится? А, да. Вот. Если бы тут были совсем другие слова, ну, значит, пришлось бы... Подправили, значит, пришлось бы переводить заново. Но нам, видите, помогли немножко в фазе транслейшном. Отлично. МСГФМТ. О. Только надо цикл побольше сделать. Пробуем так. Депротивный. Что я сделал? А, я понял, что я сделал. Да. Жм-жм-жм-жм-жм-жм. Не-не-не-не-не. Ноль плюс ноль. Я знаю, что такое ноль плюс ноль. Не надо мне рассказывать. О. Супер. Давайте сделаем чуть побольше. Я хочу, чтобы там было... Чтобы там было... Новое словоформа еще раз. Чего тебе нравится? А-а-а. 3 плюс 5, 7. Чего там? 7 плюс 8, что ли, 15? Много это число Фибоначчи. Ну, я тупой. Ладно. О, вот. Я хотел и этого. Смотрите сюда. Да? По правилам русского языка. Если кто-то думает, что это чудесный искусственный мозг, то давайте чуть повнимательнее посмотрим вот сюда. Вот сюда. На самом деле, вот здесь, на чистом С практически, написана страшная формула, но на чистом С, она прям транслируется. Как высчитывать эти самые множественные формы? Во-первых, написано, что их три. Во-вторых, написано, что если n, остаток от n, деленный на 10, равняется единице, или, ну, при этом остаток от n на 100 не равняется 11, потому что 11 – это множественная форма, а 21, 31, 41 и так далее – это единичная форма. То берется нулевой элемент – единичная форма. Если от 2 до 4, и опять-таки в таком диапазоне та же, то единичная форма, в смысле не единичная, а маломножественная, иначе множественная. Это просто такое волшебное тернарное выражение на С, которое описывает 0, 1 или 2 возвращать вот в этом самом месте. Именно поэтому переводы нуждаются в компиляции. Там есть исполняемый код. Чем он исполняемый – это другой вопрос. Не исключено, что это вообще не Си или не код Носи, или там он как-то… Я не знаю, я не заглядываю туда. Такие дела. И оно работает. Значит, у нас есть два пути дальнейших. Первый путь – это посмотреть, как все это обмазать инструментами. Потому что, смотрите, когда я работал, описывал это все по-нормальному, с проектом, с конфигуриаком, с мегфайлом и так далее, то у меня получился довольно развесистый проект, в котором был вот такой мегфайл.им. Сейчас давайте на него посмотрим. А, ну тут ничего нет. Тут только написано, что бинпрограмс – это ахилло в этом мегфайле.им. А вот в этом сейчас где-то… Вот в этом мегфайле.им описана вся инфраструктура, как нам собирать переводы. Ну тут все те команды, которые мы с вами давали, вот они тут написаны. Еще и конфигуриак там. Ну конфигуриак, в общем, обычный. Конфигуриак обычный. Еще один мегфайл.им в корне. Ну тут понятно, субдирс, срцеп. Но все равно проект оставался довольно сложным. На самом деле у инструментов подобных автотулз, кстати сказать, у Симейка и у Мизона тоже, есть поддержка переводов, в том числе поддержка гид-текста. Вот. И сейчас я вам просто покажу пример. Он где-то вот тут лежит. Вот он. Как выглядит все это, если делать все изначально с поддержкой гид-текста. Во-первых, конфигуриак. В конфигуриаке надо включить, что у нас будет гид-текст. Ну и номер версии этого гид-текста можно указать. В конфигуриаке надо сказать, как будет называться домен, если он один. Если два, придется руками что-то делать. Вот. Ацсубст вам вот этот гид-текст-пэккедж передает в этот самый, в конфиг.h. В автоконф. Чтобы вот этот гид-текст-пэккедж приехал прямо в автоконф, как ксишная переменная. Ее можно там использовать. Вот. А. И лингвис. С каких языков у нас есть переводы? Вот набор того, что нужно прописать в конфигуриак, чтобы у нас все это заработало. Вот. Тут, кажется, больше ничего не нужно. Ну, тут у нас автохедер, видите, нашел всякие инфлюнники, которые, ну, в общем, это более надежный проект, чем то на коленные подели, которое мы только что с вами сделали. Вот. Значит, это что касаемо конфигуриака. Что касается macfile.im, все очень просто. Что касается в src macfile.im, все очень просто. За исключением того, что нам нужен специальный локейл пасс, который мы передаем, чтобы в этом месте класть наши переводы. Конкретно. Где будет лежать перевод. Мы там, помните, мы в текущем каталоге хранили, я говорил, что это неправильно. А правильно указать, в каком месте они хранятся. Вот. И, наконец, в ПО есть специальный файл под названием podfiles.in, который описывает, из чего нам генерить, из каких файлов генерить нам ПО. Под. Ну вот, под генерится из src.ahil.c. Все, кажется, там больше ничего нет. Ну и перевод. Мы уже видели такой перевод. Вот. Он не совсем такой, но об этом чуть позже я скажу. Ну вот, соответственно, если в этом проекте сделать... Он сгенерит как надо все. Вот. В частности, там где-то может быть... Вот она, locale.dir. Вот. Это где будут лежать наши переводы. Если, например, сказать make, ну, конфигуре... О, видите, сколько всего он уже успел напроверять? Make? Забыл, что. А, он сам это сделал. Да? Так. А что-то я не вижу точку под. Сейчас давайте посмотрим, как тут это делается. Вот тут я не вспомнил. Ну, хорошо. Нет, нет. Минус c большая. Нет. Сейчас, секунд. О! Ну, да. О! Вот. Значит, теперь нам не нужно думать обо всей этой инфраструктуре, которую мы там городили, или о том, чтобы делать руками. Всего лишь в каталоге по есть цель update.po, которая все делает то, что нужно. Она ходит в нужные файлы, отовсюду забирает нужные настройки, и вот перегенерирует сообщение. Видите, она даже все что-то сделала. Вот. Но! Работать это теперь не будет. Ой, да почему? Опять забыл. Сейчас. Секунду. А чем тебе не нравится? Нет, вот он переделал. Почему он не делает мне? А, я знаю почему. Так. Что там написано? Давайте попробуем. О, ну вот. Вон он, в момент install он создал эти самые MOA файлы. Нет, создал их раньше, а потом их затолкал туда. Короче говоря, смотрите, все это завернулось в очень простые команды, которые надо просто помнить. Вот. И в частности, если мы проустановливаем эту самую программу, скажем, install ей, то с ней приезжает и бинарник, и переводы, и они откладываются в то самое место, где мы им сказали. Вот. Так делать тоже не надо. В нормальном случае это устанавливается в систему. Да? Но о том, как формировать дистрибутив приложений, приложений я для установки системы, мы поговорим ближе к концу нашего семестра. Вот. Сейчас же мы установили, видите, в произвольное место, указав заранее, что место это будет вот здесь, и положение этого самого MOA файла тоже от этого префикса во всех конфигах изменилось. Так что, если я запущу вот так, то я… Что я сделал? Чего я не сделал такого? Окей. Значит, надо будет забыть, надо будет переделать это. Что-то он не полез в нужное место, куда-то ему не приехала нужная переменная. Он в USR-Lip лезет, в USR-Lip ездит, в USR-USR, а вот в нужное место не лезет. Почему? Непонятно. Ну ладно. Сразу скажу, я предупреждал, что буду тупить, потому этот пример я не делал. Странно, что он у меня не работает. Ну, я… Хорошо, я поправлю, чтобы он заработал, потому что это нехорошо. А, может, я не туда пошел? Да нет, туда. Ну вот, нам осталось немножко времени, на самом деле, я у вас его займу. Нам осталось немножко времени на то, чтобы сделать одно извращение, которое у меня на прошлой лекции год назад наконец-то удалось. Вот. И давайте оно удастся нам и сейчас. Давайте мы изобретем еще одну словоформу. Эта словоформа будет для ровно одного мира. Она будет у нас какая-нибудь четвертая, да, давайте посмотрим, как у нас написано в шпаргалке. Вот. Да, она у нас будет номер три. Номер ноль, номер один, номер два, номер три. Эта словоформа для ровно одного мира будет вот такая. Сразу скажу, что принтфу можно передавать строку без, ну, с лишними параметрами. Можно написать принтф строку без процента д и еще и туда передать, и оно просто проигнорит. Так написано в документации принтфа. Поэтому можем так написать. Видите, она нас, она говорит, что, что она ругается, говорит, что четыре словаформы. Давайте поставим, что их четыре. Их четыре. Так. И вот в эту формулу модифицируем. Модифицируем как? Напишем, что если n равно единице, то только три. И больше ничего. Да? Мы еще усложнили эту страшную гирлянду из тернарных операций, написав, что если у нас n строго равно единице, тогда это у нас третья словоформа, которая для ровно одного мира. Вот. Да? То есть мы сами модифицировали вот это описание plural forms, добавили еще одну словоформу, и попробуем это все скомпилировать безобразие. Так. А этот нам вообще не нужно компилировать. MSG. MSG. FMT. Так. Вау. It works. Один мир, а здесь 21 мир. Вот. Вот это все последнее, что я хотел сказать на сегодня, за исключением того, что я немножко продолбал примерчик с автотулсом, надо будет его поправить. Вот. Вот мы руками это все поменяли. Вот. Молчание подавленное со стороны слушателя означает, что пора заканчивать. Ну вот. домашнее задание, разумеется, что-нибудь перевести. Значит, домашнее задание написать тупую игру в угадалку, которая в медном половиноделении угадывает число. Вот. Обмазать ее автосборкой, какой хотите, добавить перевод. Вот. И добавить автоматическую поддержку перевода с помощью автотулс. Вот. Важно, или не автотулс. Можно вот этим любимым инструментом, который вы хотите. Вот. Главное, не хранить генераты. Вот. Обратите внимание на то, что, поскольку мы все время вызываем руками x-get-text для обновления горшка согласно тексту, то генераты от x-get-textа тоже не являются хранимым элементом. Вот. В репозитории это сделано, вот сейчас покажу, как. Я беру сейчас, а нет, вот тут горшок, а, да. У меня есть переведенный горшок, да, в котором уже вписано, что это я не впрителен, с заполненными полями. Вот. И у меня есть, сейчас покажу, у меня есть генерат, вот он, где я с помощью того же самого миссмерджа мержит два горшка, свежий генерат, который, который нагенерил, нагенерил x-get-text, и хранящийся у меня тот, в котором уже все поля заполнены. Вот. Это совершенно необязательно, но я к тому, что горшок хранить не надо. Ну вот, собственно, все. Если есть какие-то вопросы, задавайте их прямо сейчас. На вопрос, кушт ли это пасти, я уже ответил. Вот. Если нет вопросов, то в следующий раз мы разговариваем про то, как собирать библиотеки и их использовать и все собирать в одну библиотеку и использовать чужие библиотеки и как накладывать патчи. Короче говоря, вот вся эта машинерия по сборке программного продукта, в том числе сторонних. Вот. На чем, собственно, всем спасибо и до следующего раза. и до следующего раза. давайте пока не думать над этим. Ну ладно. Давайте пока не думать над этим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok